На ютубе есть видео, оно называется «Речь Гитлера, Сталина и Муссолини. О Второй мировой войне». Речь пойдет не о их подвигах, а о том, как они обращались к народу, насчет их ораторского мастерства. И всех них выделяется Гитлер. Может, вопрос возникнет не совсем корректно, но как так получилось, что Гитлер смог своими речами убедить столько людей встать на его сторону и достигнуть таких границ, высот по сравнению с другими? Ну, до Гитлера был значительно ранее тоже известный человек, которого звали Лев Троцкий. Это был генеральный оратор XX века. Он был чище, чем Гитлер, допустим. Но дело в том, что и каждый, собственно говоря, делал свою, допустим, речь, шлифовал свою ораторское мастерство, по-моему, начиная с Цицерона. Самый, который был очень известным оратором, который речь свою делал так, он набирал в рот, шел на берег моря, набирал в рот камней и говорил с полным ротом камней. И так он шлифовал свою речь, свое ораторское мастерство. Это определенные приемы. И благодаря ораторскому мастерству люди могли, в частности, действительно, и Троцкий, и Гитлер, они могли подчинять себе огромную массу людей. Если мы говорим только о Гитлере, то Гитлер учился и очень серьезно учился. Это остается за кадром, потому что только вытаскивается в его демонические качества. А это да. Но это был очень и очень незаурядный человек, который был уже 18 лет магистром черной магии. И это не каждому, как мы понимаем, дано. А там есть очень и очень много неясного во всей этой истории, конечно, с Гитлером. Где он, как он, умер ли он вообще, убили ли его, или он там где-то на тарелке улицах прибегал. Есть разные версии всякие. Но то, что он искал, и то, что, возможно, он действительно побывал в Шамбале, и никто об этом не знает. И то, что засекречены до сих пор архивы. То есть до сих пор никто не знает толком, что такое Ананерго. А это был мистический институт, который заведовал Гиммлером. То есть по одной из версий Гитлер, вообще-то говоря, продал душу дьяволу за то, чтобы искать, кем он стал. Так, по одной из версий. Более того, где-то там был найден сундук некий. В этом сундуке было написано «расписка». Дьяволу, кровью там было. Это насчет того, что как это все было, и сколько времени ему дали на это дело. Вообще-то говоря, это уже касается других каких-то вещей и других программ. Но дело в том, что, скажем, сегодня люди получают амиды и всегда. Есть черная магия, которая занимается какими-то вещами. К примеру, всем известный футболист Рональдо в свое время. Ну, есть такие, не знаю, какая информация. Он заключил договор с африканскими там шаманами, будем сказать, как говорится, в Уду, которые сделали из него известного всем футболистам. Но они потребовали о том, чтобы он потом это отдал. Просто так ничего не делается. И в древних книгах, в каких-то магических книгах, есть очень-очень много примеров. Очень много примеров. Это не тема наших программ. Но это люди заходят туда, куда им не следует заходить. Для того, чтобы воспользоваться чем-то не во благо, а во грех. Поэтому, в частности, мы не будем на этом остановиться. Это много всяких фактов, много информации. Но это тогда затянется в наше интервью. Хитлер оплатал действительно магической силой, силой слова. Почему это вибрации? Если люди, знаете, вот один насчет кому-то, что-то такое всучивое, продавать, его никто не купит. У него нет ни харизмы, ничего. Здесь надо иметь качество, качество, скажем, подачи информации. И тогда можно сделать очень-очень много. Есть такое понятие, наверное, которое многие знают. Сегодня это называется науки, нейролингвистическое программирование. Да, по-русски, да. Где человека обучают этим всем, и он этим может владеть. Определенные примеры. Допустим, сидит человек. Он должен сидеть не как я, допустим, сидит. Он должен сидеть значительно ближе. И есть определенная пропорция. Допустим, так рекомендуется. Рекомендуется для чего? Это рекомендуется с точки зрения чего? Влияние на аудиторию, верно? Когда человек это воспринимает по-другому. Я, допустим, могу влиять, и очень даже сильно могу влиять, но я этого не хочу. Потому что мне неинтересно влиять на людей искусственно. Мне вообще неинтересно влиять. Мне интересно, чтобы люди хотели воспринимать информацию так, как она есть. А те, кто не воспринимает информацию, насильно, как говорится, мел же не будешь, верно? Они не воспримут ее, и слава богу, ей не надо. У нас же сегодня 90% людей, как мы знаем, винили. Людей негативных. Козитивных людей очень мало. В том-то и делают. Но и становится все больше. Поэтому зачем же мне искусственно этого делать? Я лично этого не делаю. Хотя, еще раз, если я начну этим заниматься, я серьезно могу. Но цель-то другая. Мне интересно, чтобы не я давал и за ниточку вел, а чтобы люди сами слышали сквозь внешнюю сторону. Часто пишут, что у нас 96,5% – это рейтинг, такой позитивный рейтинг людей, находящихся на канале вообще по всем программам. 96,5%. Позитивные 3,5% – это дизлайки, негативный процент. Это очень серьезный процент. Позитивную сторону. Так вот, некоторые пишут, бла-бла-бла, одна вода. Значит, им не надо, они не слышат. Но таких людей, я повторяю, 3,5%. Значит, им это не надо. И слава богу, что им это не надо. Значит, не время их. Это нормально. Это нормально. Сегодня время такое. Так что ораторское искусство – это большое дело. Но так, как оно должно быть, ну, вот, там, куда, сверху. Потому что кто-то видит, слышит слова бога, да, допустим, да, а кто-то… У кого-то в голове, знаете, все по-другому. Он себе сам создал, внутри себя, свой какой-то… Свой мир, и он в нем и крутится в этом мире. Спасибо. 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 Спасибо.